Злой собакин Много людей понимает, что в информационном плане творилось на Украине, но одновременно с этим звучат слова «Да ничего мы с этим не сделаем, Виктор». Ну это такой уже фатализм. Если ничего не делать, не предпринимать, то мы действительно ничего не сделаем. Но если что-то делать, вот мы сейчас создаем информацию, да? Информация действует на сознание людей. На их понимание. Кто-то что-то слышит. Не с первого раза, а со 110-го. Но мы что-то делаем, и меняется жизнь. Это касается и науки, и всего остального. Если ничего не делать, это просто лютая позиция. Как ничего не делать? Даже не озвучивайте, пожалуйста, на нашем канале призывы ничего не делать из-за того, что бесполезно. Бесполезно можно уже просто ложиться и помирать, ничего не делать. Это не наш путь. Мы делаем, пытаемся что-то делать. И если вы уверены, что ничего делать не надо, то не озвучивайте это на нашем канале. Вы льете воду поперек нашей мельницы. Вы тормозите нас вот такими. Вас кто-то слышит и тоже отчаивается. Нельзя отчаиваться. Ролан Офф. А почему тогда после развала СССР сакции не порвали РФ и не прихотизировали ресурсы? Ведь это можно было как два пальца и без войны. Обоснуйте, пожалуйста. Просто это один фрагмент общего сценария по развалу Российской империи. Вот Российская империя, ее порвали. Вот разрезали на части, сделали СССР, разорвали на кусочки. Потом развалили СССР. Почти само развалилось, но развалили. Развалили СССР. И дальше надо было не дышать, чтобы эти развалины привыкли, регенерировались по периметрам на кусочки. Чтобы они привыкли жить в этих кусочках. Постепенно им промыть мозги. Чтобы они считали себя отдельными, самостийными и так далее. Это процесс. Это не то, что разорвали и пузнеют. Это вот так делятся, чтобы куски потом друбились друг с другом. Что тут обосновывать? Это вполне себе ясный процесс. Все реально. Внимательно просто на это смотрите. Валерий Кулик. Тогда почему те, кому есть что защищать в России, пребывают с семьями в недружественных странах, повеченной системой? Очень большой отклик в интернете получило это видео. Где показывается, сколько детей наших чиновников за бортом находятся, за рубежом. Сколько земельных участков у наших чиновников и так далее. Но ребята, это обычный показатель. Вот мы не можем купить других людей. Идеальных. Из идеальных людей набрать идеальных чиновников. Супер патриотичных. На том уровне, когда это формировало все, как тенденция для нашей страны не было вот таких жестких моральных рамок. Они не требовались. Мы собирались жить в более-менее мирном отношении с Западом. Сейчас мы в состоянии войны. Но чего этому удивляться? Это обычные вещи. Они будут происходить и со следующей тысячей людей, и со следующей тысячей чиновников. Это будет происходить. Это не значит, что у нас люди плохие. Это реальность. Люди такие. Может, как бы вам не хотелось, какие бы вы идеалы себе не рисовали, люди все равно будут делать то, что им положено. Вот млекопитающие на планете будут друг друга убивать. Люди будут друг друга убивать. Это положено так. Природа заложена. И мы благодаря некоторым культурным ценностям позволяем людям какое-то время друг друга не убивать. Это система. Это природная система. И они будут делать то, что им положено. Ценности поближе к себе загребать. Покупать себе какие-то объекты в лучших местах. Ну, действительно, если на испанских берегах земельный участок выглядит привлекательнее, чем в Тюменской области где-нибудь, ну, он и будет его брать в Испании. Это такая жизнь. Кстати, по делу-то ничего нельзя. Можно только там жесткими мерами это все ограничивать. Удаляя таких людей подальше от чиновничьих кресел, оговаривать статус, что если ты занимаешь такие-то должности в госуправлении, значит, у тебя не должно быть там недвижимости и прочих таких причиндалов за бортом. В этом плане какие-то хорошие законопроекты вводили? Не знаю, приняли их или не приняли. Насчет того, что дети чиновников и так далее не должны обучаться за границей. Вот какие-то такие истории были, чтобы чиновники работали больше на нашу внутреннюю историю, чем на зарабатывание денег для обучения своих детей за границей. Ну, вот давайте. Лавров у нас хороший дипломат или плохой дипломат? На Россию он работает или нет? У кого-то сомнения есть какие-то в этом плане? Никто не сомневается, что Лавров работает на Россию, да? Сомнения были по Шиварнадзе там, поэтому второму памяти уже нет его вспомнить, и не надо его вспоминать. А Лавров, ну, ровный человек, да? У него там есть объекты недвижимости на родственниках за рубежом. И что? Что? Да, если Лаврова начнут выжимать через родственников, ну, мы это узнаем, как, например, у нас происходит с губернатором Усом, да? Когда его сына обременили за рубежом, да? Что-то произошло, ну, сейчас Ус уже маленько сместился в статусе, да? Подробности пока я не в курсе, но какие-то процессы происходят. Это рабочие процессы. Не надо от этого в обморок попадать. А что там искать этих британских агентов? Тыкни в любого политика РФ и не промахнешься. И материал, где показано, как товарищи коммунисты упали во все тяжкие, имеют и участки, имеют и за рубежом все, и так далее. Дети у них там учатся. Ну, в других смотреть смысла нет, но это реальность, это да. Но коммунисты у нас реально зомбаки, иностранные агенты. Даосский алхимик. Вся плоская земля – это мой дом, а любое государство сейчас – это враг народа. Вы понимаете, человек пришел, он считает это важным, это вот написать людям. Ну, плоская земля – мой дом. То есть мы живем на плоской земле, а любое государство – это враг народа. Вот это вот сочетается, да, у человека. Это вот оскотинивание людей. Главное, чтобы у них в мозгах происходила эта земля плоская, государство – враг. Если нет государства, вы превращаетесь в очень слабую группу лиц, с которой можно сделать что угодно. Вы потенциальными рабами становитесь. Вот анархизм – это дорога в рабство. Анархия – это дорога в рабство. Вы становитесь скотскими образованиями людей, которые идут в рабство. Любая группа организованных людей вас превратит в рабов. Будут эксплуатировать на нашей дикой земле. Баградан. Виктор, что лучше – релятивист, капиталист, патриот? Релятивист, капиталист, патриот? Или грамотный ученый, но коммунист? Вы на чью сторону станете? Ученый, но коммунист. Ну вот, грамотный ученый – коммунист. В исторической науке он уже не грамотный, раз он коммунист. Обе плохие стороны. Надо ставить адекватную сторону, чтобы люди были социалисты, но за честное предпринимательство и были грамотными учеными. Вот это единственная сторона. А между испачканным и с правой стороны в нечистотах, и с левой стороны в нечистотах лучше не выбирать. Надо вменяемые позиции обе брать. Одну брать, вменяемую позицию, и ее выбирать. Ну, нельзя, нельзя идти на такие жертвы. Надо адекватную науку иметь, адекватные политические взгляды. Это очень важный момент, что политические взгляды должны быть адекватные, грамотные, да, и научные представления должны быть адекватные, грамотные. Иначе вы интеллектуально ущербны. Вот представьте, вы получаете знания, люди политически безграмотные. К чему это приведет? Это придет в конечном итоге просто катастрофе. Да, в кастрюле вода будет больше бурлить, но в конечном итоге будет катастрофа общая. Потому что это все сведется к военным технологиям, будет опять борьба за господство на земном шаре, борьба за господство под тупиковым флагом. Ну, это... Иметь не одно значение, значит не иметь ни одного значения. Если у слов нет значения, значит утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности и самим собой, ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно. Это первый закон логики. Но... Но... Но дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. Сосредотачивайтесь, подписывайтесь на наш канал, разносите нашу информацию по интернету. С вами был Витър Катюшев. Телеканал Научния трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры подогнал «Симон»